При 600-700 градусах растекается. Примерно так и гнебрит образуется. Василий, расскажите, пожалуйста, про пробы, которые вы привезли. Есть вулканиц из Камчатки. Это, соответственно, голоценный вулканизм, пробуренный в нескольких сотен метров. Соответственно, проба нужна для геохронологии и изучения расплавных включений. То есть нужна сепарация минералов-карпшеников, ну и по возможности минералов-индикаторов. То есть это керн? Это керн, да. Есть, соответственно, шлаки вулканические. Здесь как раз задача выделения кристаллов с морфологией. Здесь преимущественно оливин должен быть выделен. Это тоже для изучения разных включений. и эволюции. Но остальное разнообразные вулканиты разного размера. То есть это есть и сами породы, и есть мелкие включения, которые идут, собственно, с глубины. Часто содержат сульфидную минерализацию тонкую. То есть это десятки килограмм, и даже меньше иногда. Так, в целом, в основном все. Это реолиты. Это здесь, пожалуй, одно из самых кислых пород на Камчатке. Виден, явно виден кварц, соответственно, березы, это полевые шпаты, теплогеокласса, калиево-полевой шпат, должен быть. Ну и какое-то количество темноцветов. Соответственно, все это в частично измененном вулканическом стекле. Вот такой. Что за засунули, мы его кладем туда, да? Завели туда прямо в камеру можешь его положить. Просто красит, да? Да. Вот пошла работа. Вот так вот, из-за двадцати разрядов. Что у нас есть? Вот такие чудеса. Еще есть, если под электроп не попали. Еще? Да, конечно. Ну вот мы видим, что какие-то частички достаточно крупные. Видишь, они? Вот другого цвета. Вот они. Видишь, это изометричные частички. То есть, это, они собственные частицы, это не агрегаты. Видишь? Ну, это надо смотреть, да, что-то такое странное. Сейчас под бинокулярным посмотрим. Похоже на это, да? Весь половиню сотни, да, получилось? Угу. Ну и там можно руку туда запустить вниз и посмотреть, сколько там. Ну, вот сколько там я читал, внизу. Видишь, это прямо не помню, не помню, не помню. Сам, вверху. 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 Брозит андезитовая фузива. Массой примерно, не знаю, грамм 200, может 300. Легкий. Не плавает. Так. Сейчас ничего не видно. Да вот сейчас, наверное, сам хозяин проб сделает это. Есть эффект. Есть. Да, кстати, уже хорошо, достаточно крошится. Ну что, там много вообще от него? Ну, два таких объема. Ну, давайте сейчас еще десяток, там, другой разрядов заканчиваем. Заканчиваем. После 80 разрядов, вот все, что осталось у нас в цветовом классе, плюс один миллиметр. А это, вот, цветовой класс. Ну, тот был слегка отмененный, и там длиннестый должен быть. Вот, а сколько у нас спадок. Какое у нас? Амфибол это. Амфибол. Да, посмотрим. Вот эти кристаллы длинные, они, в принципе, при механическом дроблении никак не выделяются. Здесь это обломки получаются. Да, сами по себе они такие хитрые. Посмотрим. Вот эти иголочки. Так, ну, тоже где-то грамм двести ест. Ну, мы его добьем сейчас. Угу, угу, угу. Ну, там, наверное, было таких объемов. Угу. Здесь чуть-чуть забьем. Давай еще дам. Открываем. Пасмирай. О, там уже где-то еще вот стопали. Это что такое? Тоже типа андезио-базальта, немножко другая структура. Да, он там сам станет. Вулканический шлак базальтовый. Самая мелкая фракция из андезио-базальтов. Там петрографически ожидаются сульфиды размером до нескольких десятков микрон. Но их содержание достаточно небольшое, поэтому попробуем выделить их по поведению в ламинарном потоке. По плотности. Давайте, ребята, начинайте загружать. Я загружаю пробу. Другие фракции, тем тяжелее работают. Такие фракции всегда работают хорошо. Вот это разделение, ты видишь, да, вот смотри здесь вот уже. Все тяжелое внизу, вон она лежит. А легенькая все входит. Есть трубка вся уже светлая, вон она. Почему она в разных местах разного цвета. То есть здесь она черная, здесь она светлая, если она вообще рыжая. Вот пошел уже темный минерал, смотри сюда. Вот темный минерал пошел, а там он и свежий. Я думаю, что надо уже выливать, потому что мы начинаем терять. На короткий будем наводить или так? Получили предварительный концентрат. Там, кстати, за этот самый заброс. За этот получился. Давай дай секунду. Работает, да, это нужно чуть-чуть. Дальше, что такое? Уходиessment ужасно. Уходи diagramа 306-4- sozial. 9Ь вид к disrespect этим делом. Уходи 보여드린 картофquer с центрcurrent препятствии. Уходи вigns этой смесь. Дождь зартões, помимо поклонности не сможете jumpать и выключить. Сейчас.